Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Александр. У нас новый выпуск трейдинг у правого края с Александром Элдером. Как всегда, раз в месяц мы встречаемся, смотрим рынок, обсуждаем текущую ситуацию. Сегодня, безусловно, мы поговорим про индексы S&P 500, про отдельные бумаги и посмотрим, что на текущий момент в конце октября происходит на рынке. Ну а прежде, чем мы начнем, как всегда, я напомню о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках связана с рисками, с ним нужно разобраться, знакомиться и только после этого переходить уже к работе на реальных деньгах. Про риски мы тоже говорим в ходе наших встреч, поэтому, если вы недавно пришли в трейдинг или в инвестиции, то обязательно делайте акцент и слушайте в два раза внимательнее в эти моменты, когда мы говорим про риски. Для тех, кто присутствует впервые на наших вебинарах, скажу пару слов о компании Admirals. Мы являемся международным брокером, работаем в различных странах, имеем большое количество лицензий, начиная от Канады до Южной Африки и предоставляем различные сервисы для наших клиентов. Ну, ключевой сервис это трейдинг и инвестиции, то есть мы предоставляем возможность совершать торговые инвестиционные операции с тысячами инструментов и акций, и ETF, и золото, различные индексы доступны для наших клиентов. Также мы предоставляем различные виды платформ от привычного метатрейдера до собственных разработок мобильного приложения и также нативной платформы, которая доступна в кабинете для наших клиентов. Как раз хотел сказать о том, что у нас появилась возможность добавлять дробные ETF, в том числе для инвестиционных портфелей. До этого у нас существовали акции, которые можно было покупать также частями, формируя портфель более аккуратно и делая большую диверсификацию. И сейчас тоже самое доступно с самыми ликвидными ETF. В Admirals мы всегда уделяем большое внимание обучению, потому что очень много людей приходит впервые на этот рынок и важно с первых шагов, с первых действий разобраться, как рынок работает. Поэтому мы очень рады, что Александр раз в месяц к нам присоединяется, делится своим опытом. И также для слушателей всех скажу, что у нас существует YouTube-канал, Telegram-канал, ссылочки я пришлю в чат. Обязательно на них подпишитесь для того, чтобы быть всегда в курсе актуальных вебинаров. И если вдруг пропустите встречу онлайн, которая у нас проходит в Zoom, то сможете посмотреть на YouTube-канале уже непосредственно эту запись. Как всегда, перед началом небольшой резюме рынка, что происходило. В целом мы видим, что сегодня ситуация достаточно интересная. S&P подходит вновь к минимальным значениям этого месяца. И в целом мы видим, что по компаниям динамика негативная. Кстати, у нас на конкурс все сделки, которые были присланы, были присланы на покупку. И практически все сделки закрылись по стоп-лоссу. Поэтому рынок не так просто себя ведет. Скорее, более непредсказуем, чем обычно. Хотя мы с вами понимаем, что рынок в принципе вещь непредсказуемая. И примерно такая же картина по индексу NASDAQ. Мы видим, что большая часть, большая часть компаний показывает негативную динамику в этом месяце. Ну и как всегда, будет интересно послушать мнение Александра отекущей ситуации на рынке, разобрать ключевые инструменты, на которые мы смотрим каждую нашу встречу, подвести итоги конкурса, посмотреть выборочные акции. И в конце также у нас будет серия ответа на вопросы. И я расскажу про индикаторы Александра и про конкурс, который у нас проходит на YouTube-канале. Александр, как я уже сказал, всегда с нетерпением ждем наших встреч, особенно когда ситуация на рынке неопределенная, то есть больше неопределенностей появляется, рынок становится более волатильным. Поэтому наши встречи, я думаю, что и для наших слушателей всегда более важны, потому что неопределенность на рынке, она всегда вызывает больше сомнений, больше опасений. И всегда важно иметь план для таких действий. Я думаю, что наши встречи как раз помогают нашим слушателям сформировать для себя план. Александр, спасибо за то, что присоединились. Передаю слово вам. Роман, спасибо за приглашение. Всегда очень приятно с вами и с вашей группой встретиться. В ответ на ваш комментарий хочу сказать, что вот такой неопределенности как-то никогда не чувствуется по верхам. То есть, когда рынок идет вверх и немножко отступает, и еще вверх, то неопределенности нет. Покупаем, покупаем. То есть, чувство неопределенности это чувство характерное более для донышек. Наверху ничего, подождем немножко. А вот внизу это становится более страшно. Поэтому даже вот такой подход говорит мне, не будем особенно медвежатить. Посмотрим, может быть, все не так уже ужасно и плохо. Вы знаете, может быть, начнем с того, если вы мне дадите экран, то я бы показал буквально на полминуты график с одного очень интересного сайта, который... Это один мой знакомый, ведет его уже десятки лет. И сайт называется Sentiment Trader, то есть чувство трейдера. И он, в частности, замеряет бычьи настроения среди умных денег и среди глупых денег. У него есть система, как он их определяет. Он мне три раза ее объяснял. Каждый раз было очень все логично, но потом я это дело забывал. Надо будет четверть раз позвонить. Но я смотрю на эти графики, не так, чтобы каждый день, но в такие вот тревожные моменты тогда посмотреть интересно. Я вам покажу этот график, если хотите, на минутку, если вы мне отдадите. Да, Александр, я дал вам возможность, вы можете переключить. Спасибо. Значит, share screen сюда и сюда. Так, вы видите сейчас этот график, да, Мир? Нет, пока не появились. Так, еще раз. Share screen. А, окей. Еще раз share. Вот так. Сейчас вы видите этот график, да? Да, сейчас видно. Прекрасно. Я его снял с экрана буквально две минуты назад. И вот это название, просто показать название этой компании, Sentiment Trade. Она такая довольно дорогая. Но на один месяц дают бесплатную подписку, если кто-то любопытный, может попробовать. И вот график. Наверху график S&P. А внизу, значит, две полоски. Синяя линия – это умные деньги, а красная линия – это глупые деньги. И мы видим, когда вот здесь вот, скажем, посмотреть на самую недавнюю историю, в июле, когда рынок вообще шел вверх-вверх-вверх, глупые деньги были в бычьем настроении на 80%, а умные деньги меньше 20%. И каждый раз, когда получается такой большой разрыв, я начинаю ожидать разворота. То есть это не точный сигнал, что прямо завтра это произойдет, но он дает ориентировку. Смотрим, что происходит сейчас. Значит, рынок падал-падал, глупые деньги все еще держались наверху, и где-то вот с октября глупые деньги упали вниз. У глупых денег в бычьем настроении было минус, было всего где-то 18%, сейчас-то где-то порядка 25%. А вот здесь цифры, да, сбоку. Значит, у умных денег 54% бычьего настроения, у глупых денег 37%. То есть умные деньги сейчас более в бычьем настрое, чем глупые деньги. Опять, как я сказал, это не то, что вот прямо завтра все развернется, но просто к тому, что не нужно полностью... То есть глупые деньги на стороне медведей. И глупые деньги иногда побеждают в течение нескольких недель какого-то времени, но не нужно впадать в такую депрессию, потому что когда получается такой разворот, то это обычно свидетельствует о том, что рынок все-таки не так далек от разворота. Я отдаю вам экран теперь. Ставшая. Сейчас я переключу на... Окей. Значит, сейчас мы смотрим на график S&P. Слева недельный график. Это там, где мы принимаем стратегические решения. А справа дневной, где принимаем тактические решения. И эти графики говорят о том... Значит, на недельном графике мы видим, что на этой неделе произошел ложный пролом вниз. То есть, сегодняшняя, значит, теперешняя неделя проломилась ниже предыдущего донышка и отказалась туда падать дальше и поднялась. Правда, сейчас, значит, прямо вот как мы с вами говорим, в это время S&P опять пытается протестировать это дно. Но при этом, прежде чем мы перейдем к дневному графику, хочу еще обратить ваше внимание на нижней правой части недельного графика у правого края индекс силы. И он показывает, что для меня это самый лучший индикатор для использования объемов торгов. Потому что простой вот этот вертикальный график штрихов объема, он мне ничего не говорит практически. А вот это очень серьезно. Это показывает, какой объем выбрасывается на рынки, в каком направлении. И это показывает, что происходит то, что я называю паника продаж. То есть, люди выбрасывают акции на рынок. Объемы продаж очень высоки. В техническом отношении индекс силы окружен тремя каналами ATR. И стрелочка появляется, когда индекс силы ниже третьего канала. То есть, это абсолютная паника. Вот такая вот паника продаж, которая, кстати, не была на предыдущих донышках. То есть, выбрасываются огромные деньги. И что? Ничего особенного, да? Рынок вот, он стоит около недавних низов, но никакого, так сказать, продолжения этого падения пока что не наблюдается. И глядя на это, чего я ожидаю? Обычно бывает что? Бывает паника, небольшая ралли, потом дно тестируется снова на маленьких объемах, и оттуда начинается взлет. Вот это, так сказать, это сценарий, который мне кажется более вероятным. Смотрим на дневной график с правой стороны. Здесь опять-таки мы видим вот этот ложный пролом, который произошел в понедельник. Вчера появился вообще бычий сигнал. Но сейчас, значит, происходит опять тестирование вот этого донышка и MACD гистограмма на грани, на грани бычьей дивергенции. То есть, если мы смотрим на предыдущее донышко в конце сентября, мы видим глубину MACD гистограммы. Вот это была сила медведей. Потом был взлет, и очень неплохой взлет. Я его называю сломали хребет медведем. Последний взлет перед правым краем. И сейчас, значит, опять медведи толкают цену вниз. Цена примерно там же, где она и была. А MACD гистограмма гораздо более плоская. То же самое с индексом силы. Если мы продолжаем смотреть вниз. Посмотрите на глубину этого индекса силы в конце сентября. И, кстати, здесь вот тоже эти стрелочки показывают, что была паника продаж. Мне не нравится, что во время взлета была паника покупок. Паники обычно не длятся. И поэтому, значит, сейчас опять происходит падение цен. Но посмотрите на глубину индекса силы сегодня и на глубину в конце сентября. Выстраивается дивергенция. Дивергенции еще нет. Она появится только когда, тогда, когда линия индекса силы повернет вверх. Она еще не повернула туда. Если у вас есть soft admirals, этот индикатор включен туда, вы можете сами это дело смотреть на своем экране. Ну, вот это то, к чему я был бы готов. Не надо быть героем, не надо забегать вперед, не надо говорить, а, да-да, все идет на покупку, вот сейчас я чего-то куплю. Может быть, а может быть и нет. Но нужно быть готовым к покупке и не ожидать, не делать панических действий. Одно из моих правил, глядя на дневной график, я никогда не покупаю вблизи верхнего конверта и никогда не играю на понижение вблизи нижнего конверта. Опять-таки, иногда я пропускаю сделки. То есть, вы видите, что вот в сентябре, когда цены падали, они были ниже нижнего конверта где-то больше двух недель. пропустил, сори. Но чаще всего, чаще всего, вот это вот избегание коротить, когда цена возле нижнего конверта позволяет избегать очень серьезных проблем. Посмотрите, вот до этого, в августе, в центре графика цена была ниже конверта. Да, вот кто-то закоротил, и здесь кто-то закоротил, и все. И рынок пошел вверх. То есть, в данный момент рынок S&P находится там, где коротить я ни в коем случае не буду. Едем дальше. Спасибо, Александр. Открывает DAX 40. На недельном графике DAX выглядит менее благоприятно, чем S&P. То есть, на S&P имеется, как бы, строится двойное дно. В DAX этого даже не видно. В дневном графике мы видим, что донышко, которое строится сейчас, вроде бы, ниже, гораздо, на дневном графике справа, оно гораздо ниже донышка сентябрьского. То есть, в S&P они примерно на одном уровне, а здесь второе дно гораздо слабее первого. Есть, конечно, дивергенция, МСД гистограммы на дневном графике. Есть дивергенция индекса силы. Но у цен очень серьезный барьер наверху. То есть, нужно будет преодолеть всю эту толщину предыдущего сентябрьского дна. Я бы, как краткосрочный трейдер, конечно, надо играть на повышение, потому что, вы видите, палец вниз, то есть, DAX действительно протестировал по низам. Если бы мне кто-то сказал, Алекс, ты должен торговать DAX сегодня на этой неделе, я бы играл, конечно, на повышение только. Но если искать позицию, которую можно будет держать несколько недель, S&P представляется гораздо более благоприятной. Спасибо, Александр. Давайте посмотрим на евро к доллару. евро, 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 евро к доллару. На немножко противоречивый взгляд с одной стороны, как всегда, с одной, с другой, нам нужно определить, что делать. На недельном графике мы видим, что на этой неделе был такой палец к небу. Евро открылся вровень с окончанием предыдущей недели подскочил, вошел в зону ценности, и там ему не понравилось. Евро опустился и сейчас торгуется ниже, чем он открылся в понедельник. То есть такая обыкновенная ралли в медвежьем рынке к зоне ценности, а потом ниже. И похожую картину мы видим на дневном графике было падение, взлет такой двойной, двойной топ. Я бы брал ориентировку все-таки, конечно, с недельного графика, как более долгосрочного, более важного, и по нему думается, что медвежий рынок в евро продолжится. Спасибо, Александр. Открываю золото. Золото реагирует на несколько ключевых факторов, и один из них это страх. И, конечно, с началом войны на Ближнем Востоке уровень страха в мире повысился, и люди покупают золото. Так что на недельном графике золото опускалось, опускалось. Как только началась война на Ближнем Востоке, золото сразу развернулось, пошло вверх. На недельном графике золото выше ценности, уровня ценности, уровня скользящих средних. На дневном графике золото выше верхнего конверта. Это то, о чем я говорил совсем недавно несколько минут назад в отношении S&P. Я отказываюсь покупать возле верхнего конверта. Я отказываюсь коротить возле нижнего конверта. Не всегда на рынке есть покупка и продажа. Часто бывает ситуация, где думается так-то, но сделки нет. И вот в данном случае, глядя на золото, да, золото идет вверх. На недельном графике оно идет на повышение на дневном графике, но поэтому коротить его сейчас нельзя, опасно. Война может наступить неожиданно, а мир неожиданно не наступает. Это будет долго и кроваво, пока какое-то подобие мира вернется. Поэтому коротить я бы не стал, особенно потому, что недельный график так выглядит сильно, а покупать слишком дорого. Это часто так бывает, смотришь на график, с одной стороны это все идет на повышение, с другой стороны слишком дорого, не по карману, едем дальше. Давайте посмотрим на нефть. Нефть, недельный график, идет бычий рынок, классическая фигура бычьего рынка. Цена повышается выше уровня ценности, опускается обратно к этому уровню, повышается опять выше уровня ценности, опять обратно к этому уровню. И сейчас нефть находится совсем недалеко от зоны ценности. Это как раз там, где я люблю покупать. Смотрим на дневной график. И опять-таки это индикатор индекс силы. это занятная вещь. На некоторых рынках он прекрасно действует, на некоторых рынках так себе. Почему понятия не имею? Просто знаю, что какие-то рынки в характере с ним, а какие-то не очень. То есть они никогда не противоречат друг другу, но менее полезны. И вот смотрим в центре дневного графика, когда нефть падала в августе, смотрите, какие были панические продажи. Паника, паника, паника. И то же самое происходило в конце сентября, начале октября. Нефть падала, кстати, был великолепный двойной топ перед этим падением. Видите, как второй верх оказался чуть-чуть выше первого. Вот это сигнал, который я очень люблю. Ложный пролом вверх. Чуть-чуть и не пошло. Сильное падение, индекс силы показывает панику, и сейчас нефть опускается вот к этому донышку. Донышку конца сентября, раннего октября. И надо ждать сигнала на покупку. Этим сигналом будет то, что импульсная система перестанет быть красной. Импульсная система красная в ответ на то, что цена ниже зоны ценности и МСД гистограмма опускается. то, что цена ниже зоны ценности показывает импульсная система стоит на двух факторах инерция и сила. То, что цена ниже зоны ценности показывает, что инерция вниз. То, что МСД гистограмма опускается показывает, что направление силы вниз. Пока обе идут вниз, импульсная система остается красной и играет на повышение раны. Но я бы ориентировался на покупку, как только импульсная система перестанет быть красной. Спасибо, Александр. И завершим наш обзор. Давайте посмотрим на биткоин. Колоссальное ралли на биткоине. и это ралли связанное с тем, что похоже, не 100%, но похоже, что в Америке разрешат выпустить ETF, паевые фонды для биткоина. И если такой фонд будет разрешен, есть одна из самых крупных финансовых компаний, хочет выпустить такой фонд. У них есть возможности, у них все. но госструктура ставит им преграды. Сейчас появилась вероятность того, что им разрешат сделать этот фонд. И в результате этого, если это произойдет, то количество людей, которые могут покупать и продавать биткоин, вырастет в разы. И поскольку большинство людей покупают и продают, то эти новости очень сильно подтолкнули биткоин. Кроме того, биткоин был очень крупно подтолкнут. Когда началось повышение, масса медведей стали закрывать позиции, бежать в панике. и это добавило к вертикальности этого взлета. Огромный взлет на где-то 18% произошел буквально за 24 часа. Посмотрим. Посмотрим. На недельном графике биткоин уже возле верхнего конверта. На дневном графике он вообще в стратосфере выше этого конверта. Как я сказал раньше, для меня это запретная зона покупок. Будем ожидать возвращения к зоне ценности. И посмотрим, что произойдет. Если разрешат ETF, то это очень переменит динамику биткоина. Я всегда был колоссальным скептиком по биткоину. Очень огромное количество жульничества, лопнувших бирж. Нечестность есть на любом рынке, но в биткоине ее в порядке было больше. Если одна из самых серьезных финансовых фирм в Америке выпустит ETF биткоина, то это будет чистый продукт. И естественно активность в этом продукте откликнется ралли в биткоине. Поэтому я смотрю, жду новостей, а пока что жду возвращения биткоина к зоне ценности. Спасибо, Александр. Мы посмотрели все основные инструменты. Хотели бы приключиться на индекс новых высот? Да, с удовольствием. Кстати, очень интересные сигналы. Я хотел бы их показать. Останавливал себя. Да. 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 Одну секунду, я лучше это дело открою. Да. Так. Вы видите сейчас мой экран, да? Да, все в порядке. Окей. Индекс новых высот, новых низов, да? Если я не ошибся, Роман, да? Вы хотели на него посмотреть, не на индекс. Индекс сил у вас самого, конечно, есть, да? Да, на индекс новых высот. Окей. Значит, я этот индекс смотрю двумя, сказать, с двух сторон. И начну со своего любимого метода. Этот метод, значит, базовые принципы. Акции, входящие в списки новых высот, это лидеры по силе. Акции, которые входят в список новых низов, это лидеры слабости. и что мы видим, что мы видим здесь на экране? Происходит ралли, зеленая линия, индекс новых высот, помноженных на капитализацию. То есть, если компания, как Apple или Google достигает новой высоты, это гораздо важнее, чем какая-то маленькая компания, допустим, Ford, достигает новой высоты, потому что деньги совершенно другие, и это показывает, что лидеры приносят деньги на рынок. Причем этот индикатор помогает определить, его дивергенции помогают определить верхи и низы, и особенно низы, особенно хорошо работает по низам. Вот максимум силы высоты в июне, вот еще ралли, силы меньше, опять-таки сила меньше, сила меньше, чем было раньше, вот сила последнего взлета. Видите, такую дивергенцию этой зеленой линии, и это была верхушка рынка. Что происходит около правого края? Вот красная линия, это новые низы, помноженные на капитализацию, то есть у больших акций больше голоса. Это в конце сентября максимальные силы медведей. Затем следующее падение цен, и вот силы медведей, меньше, но все еще высокая. И наконец падение, которое было в понедельник, посмотрите, оно слабее, чем оба падения и в сентябре, и в октябре. И глядя на этот график, мне думается, что вполне вероятно, что мы приближаемся к значимому донышку, к значимому донышку цен. мне гораздо интереснее в данный момент заниматься покупками, чем продажами на коробке. Посмотрели, да? Можете сфотографировать экран. И кстати, 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 этот индикатор вы можете увидеть на сайте компании BarChart. Это не брокерская компания, поэтому я спокойно ее называю, это никакие не конкуренты, не адмиралу, никому. Это сугубо компания по продаже информации. Но они дают ее огромное количество тоже бесплатно, и вот этот график вы можете найти на сайте компании BarChart. B-A-R-C-H-A-R-T. BarChart. Теперь хочу вам показать, как еще я смотрю на индекс новых высот, новых низов. Это как бы такая классическая форма, то, что я показал сейчас, это самое новое. А это классическая форма такая, и вы видите слева недельный график, справа дневной. На недельном графике вы видите вот этот ложный пролом вниз, похоже, что ложный пролом вниз. Так, значит, здесь был, на белом фоне не могу увидеть, но вы видите, что вот донышко этой недели ниже донышко предыдущей, а индекс новых высот новых низов более плоский, поэтому, значит, дивергенция начинается. Похожая картина на дневных графиках. И опять-таки, это то, подталкивает меня смотреть больше на повышение, чем на понижение. Плюс та картинка, которую я вам показал в самом начале нашей встречи, вот это соотношение умных денег и глупых денег. Умные деньги больше 50% на понижение, глупые деньги 37% на повышение. То есть разделение мнений идет, конечно, более в пользу быков среди умных денег. Окей, Роман, я отдаю вам обратный экран и продолжу с вашим экраном. Спасибо, Александр. Как раз у нас пришло время посмотреть на результаты конкурса и там тоже достаточно интересная картина с точки зрения выбора инструментов, которые предлагались. Сейчас я демонстрирую как раз таблицу участников. У нас всего лишь одна бумага из всех, которые участвовали в конкурсе, показала положительную динамику на момент сегодняшней встречи. Это Microsoft. И сегодня еще по ним вышел отчет позитивный, поэтому здесь не 4%, а чуть больше, но до даты профита пока акции не дошла. Но все другие показали негативную динамику. И все, это, наверное, первый раз за все время, когда мы уже несколько лет делаем эту встречу, все акции были предложены в лонг. Это очень опасный момент. Единомыслие, единомыслие, признак поворотного момента. Если все коротят, значит, мы возле дна. Если все идут в лонг, значит, мы возле верха. вы знаете, я веду эту группу SpikeTrade.com и у нас бывает периодически, что все наши гении становятся на повышение. И я только ищу коротких позиций. И возможно, как раз ситуация поменяется, как мы уже начали обсуждать, что возможно, рынок будет более бычий в течение конца октября, ноября. Но тем не менее, давайте сейчас посмотрим на сделки. Первая сделка это как раз по Microsoft. Я поздравляю участника, который получит книгу с автографом Александра. Чуть позже расскажу, как самую связацию получить. Но давайте посмотрим на саму сделку. Как всегда, начнем со сделки победителя. Я добавил на график вместе с индикаторами. На недельном здесь была точка входа, здесь take profit по 350 и то же самое на дневном таймфрейме здесь точка входа и прыгнула цена на сегодняшнем как раз отчете, который сегодня вышел по Microsoft, но пока вроде еще не дошла до этой profit. что-то ну как говорится безумство храбрых поем и песню старая поговорка держать позицию перед выпуском сообщения о доходах это конечно это азартная игра это не трейдинг никогда не знаешь в какую сторону акция прыгнет потому что честные компании держат карты кардинам они не выпускают эту информацию заранее утечек не бывает поэтому компания как Microsoft может прыгнуть и вверх Google сегодня тоже объявил новости и упал где-то на 6% на 8% да то есть вот так вот и ну хотя говорят победителей не судят но победителям советуют задуматься на следующий раз а может быть не стоит держать тем более что это была бы выигрышная позиция даже без сегодняшних без сегодняшнего лотерейного билета кстати на месте нашего участника не знаю кто смотрю не вижу имени если на месте нашего участника я бы не сидел а сливал если вы делаете если вы сделали эту сделку в своем личном счету я бы сегодня снял с нее прибыль почему потому что вот эта вот фигура смотрите это одна из моих кстати любимых фигур в трейдинге и я сегодня сделал два танцевальных круга вокруг майкрософта пытаясь его закоротить но в конце концов решил этого не делать потому что там арифметика не сходилась слишком много нужно вкладывать денег до слишком маленького возврата но вот эта вот фигура которую я торгую я очень люблю вот эти вот периоды сейчас мы в разгаре периода о доходах для меня это любимое время года и вот эта вот фигура которую я больше всего люблю цены довольно плоско стоят выходят какие-то сумасшедшие новости о доходах и акция открывается на большом гапе вверх открылась на гапе вверх и еще повыше поднялась вот там то не хватило кислороду покупателей уже не те и она стала а какие-то умники купили сегодня по 346 сейчас она уже 342 с копейками и вот здесь я ее корочу потому что это показывает что как говорили раньше киношник спился и кино не будет да кстати роман если вы хотите покажите вот график netflix nflx который такую же фигуру нарисовал в прошлом году на прошлой неделе извините ну не надо даже и тоже была давайте лучше останемся с вашими акциями просто я для меня вот это вот любимая фигура для для трейдинга одна из любимых фигур для трейдинга поэтому сегодня на сегодня я это вижу как возможность закоротить но акция очень дорогая причем как я это делаю я не корочу акцию я продаю я продаю колы да то есть значит 342 342 доллара акция скажем 355 долларов кол 355 это верхушка экрана вот вашего экрана да какова какова вероятность того что в течение одной недели Microsoft поднимется до верхушки этого экрана да а кто такой то есть я им продаю лотерейные билеты грубо говоря они а какие-то умники их покупают как всегда человек который покупает лотерейный билет он обычно проигрывает а компания которая продает лотерейный билет выигрывает вот это вот моя игра но это просто я отвлекаюсь немножко извините от нашей темы хотя это очень связано конечно с трейдингом с конкретным но нашему победителю я сильно советую не засиживаться в Microsoft получил сверхприбыль удачно значит отчасти по уму а отчасти повезло то есть такая прекрасная комбинация и не засиживаться и всего хорошего спасибо Александр и как всегда у нас еще две сделки которые закрылись по стоп-лоссу для того чтобы как раз посмотреть на них и возможно сделать акцент на чем на что стоило обратить внимание первая сделка это была по S&P 500 предложена в лонг как раз это было вот здесь на графике я обозначил как раз здесь предполагалось на покупку то есть это в начале октября и здесь на дневном таймфрейме также сделка закрылась по стоп-лоссу неудачный вход просто он неудачный по недельному графику потому что импульсная система красная и нет никакой поддержки внизу просто это человек который сделает сделку это как говорит один очень видный специалист ловить падающий нож неизбежно схватишь его в неправильном месте знаете нож летит сквозь воздух а вы его пытаетесь схватить в данном случае хочется конечно схватить его за ручку но в данном случае схватил за лезвие то же самое на дневном графике нет никаких дивергенций нет ничего просто просто вот зачесалось и купил но я очень рад что вы показываете такие вот неполучившиеся акции такое очень краткое лирическое отступление у меня есть мой самый успешный ученик он успешнее меня мульти-мульти-миллионер и тысячу лет там где-то двадцать чем-то лет тому назад я собрался писать издательство очень сильно просило мне написать книгу ничего нового нет ну ладно я напишу книгу интервью напишу книгу интервью с трейдерами я так прикинул что я человек тридцать попрошу дать мне сделку и значит они опишут что и как с этой сделкой а я добавлю комментарий это будет книжка и значит я был как раз в гостях у своего этого ученика и пригласил его значит поучаствовать в этой книге он мне говорит Алекс я не хочу он не любит засвечиваться с налоговой инспекцией лучше если тебе сильно надо я поучаствую но я не хочу участвовать в ней вот так вот нет народу много не надо участвовать а как ты собираешься эту книгу делать ну вот я проинтервью где-то человек тридцать значит тридцать он говорит это ужасная идея какой-нибудь новичок купит эту книгу и он и видит все тебе все тебе дадут хорошую сделку и новичок берет эту книгу в руки и говорит тридцать сделок тридцать выигрышей это прекрасно я буду следующим да я почесал репу и говорю как ты прав как ты прав и хотя он не участвовал его нет в книге эта книга несет на себе его абсолютно четкий отпечаток я попросил не тридцать человек а шестнадцать дать мне две сделки одну выигрышную а одну проигрышную и вот тут значит было о чем подумать то что вы делаете сейчас спасибо и мы даже берем одну выигрышную и две проигрышные чтобы делать это еще сильнее я учусь гораздо больше от проигрышных сделок у меня подавляющее большинство моих сделок выигрышные но большинство уроков это от проигрышных сделок и вот еще одно чтобы как раз завершить это New Fortress Energy компания то здесь наверное можно посмотреть на дневной то есть истории не так много то есть не все индикаторы подгружаются за отсутствие глубины истории и здесь предлагался вход опять же на покупку затем мы увидели колоссальное падение сделка закрылась по стоп-лоссу и здесь тоже сработал стоп-лосс у кого-то у кого-то опять чесались руки хочу хочу зачем то есть для меня одним из ключевых моментов на любом графике является вот эта вот зона ценности это зона между быстрой и медленной скользящим и средней да так вот там там правильная ценность я всегда хочу или купить дешевле ценности или закоротить выше ценности а зачем переплачивать то есть вот на этом графике я так на скидку говорю цена этой акции примерно 30 долларов и 80 центов а этот человек платит на доллар дороже зачем да это как сказать сегодня эти туфли стоят 300 туфлям этим цена 300 долларов а сегодня у нас значит 300 продаем за 330 а они пошли вверх надо купить спасибо александр посмотрели да как раз сделки и я думаю что можем переключиться тогда в платформу для того чтобы посмотреть отдельные бумаги и одна из первых которая была я думаю что если у нас время останется то на нетфликс мы тоже сможем посмотреть не важно вы знаете роман только хочу сказать извините на секунду я проверил ваш список все компании были правильные за исключением Intel INTC которые дают доклад о доходах завтра поэтому сегодня для меня это запрещенная запрещенная сделка и оставь мы можем продолжить больше часа я никуда особо не бегу есть вопрос на который я очень хочу ответить тоже хорошо открыл JP Morgan недельный график он предыдущая донышко было пробито импульсная система красная красивая девушка смотреть можно трогать нельзя пока на прошлой неделе были панические продажи индекс силы показывает панические выбросы и это смотрим когда предыдущий раз когда были панические выбросы у левого края было две ситуации и обе ситуации поймали донышки которые не очень долго длились но тем не менее они для трейдера достаточно смотрим то есть на недельном графике начинает складываться бычья картина да и она будет подтверждена когда импульсная система поменяет цвет с красной на синюю значит красная это запрет а синяя делай что хочешь и цена обязательно должна подняться выше сентябрьского донышка значит недельный график говорит будь готов будь готов сигнал может быть на этой неделе может быть на следующей скорее скорее что на следующей я бы сказал смотрим на дневной график опять-таки мы видим вот эти вот жуткие падения с паническими продажами один цикл панических продаж длинный потом коротенький цикл панических продаж уже в конце сентября и сейчас а где паника то где где паника вы знаете грубая грубое сравнение это как человек вот пошел напился перепил и значит простите за выражение рвет в туалет да а потом уже вот он хочет еще вырвать но уже ничего не идет боюсь что у многих из нас в юности были такие события слава богу это было очень давно вот уже хочется хочется а вот уже ничего нет все вырвал все выбил вот это поведение медведей на графике JPM с одной стороны а уже объемов таких нет объемов никаких нет поэтому то же самое импульсная система красная ждем когда цена поднимется выше немножко сентябрьского донышка и чтобы импульсная система перестала быть красной то есть это акция которая приближается к зоне покупки и кстати большинство хороших сделок складывается именно так это не то что утром пришел смотришь на экран ну что тут прыгает они медленно получаются им надо готовиться вот совет который я уже не раз здесь повторял распечатайте этот график нарисуйте красным карандашом чего вы ждете и повесьте его себе возле экрана где-то на стену чтобы каждый раз когда вы подходите к своему экрану вы видели ваш план висит на стене готовится покупка не сегодня но готовится спасибо Александр давайте посмотрим на Теслу Тесла 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 я значит на недельном графике где мы всегда начинаем был ложный пролом вниз Тесла уже торгуется выше зоны этого пролома был выброс панических продаж индекс силы и импульсная система еще красная импульсная система еще красная долго ли она ей останется думаю что нет переходим к дневному графику и здесь мы видим тоже ложный пролом вниз случившийся на этой неделе мы видим панические продажи которые были на прошлой неделе и на этой неделе чего я не вижу и чего мне не хватает да импульсная система уже не красная синяя чего я не вижу и чего мне не хватает это нет никакой бычьей дивергенции самая самая последней самая последняя донышко мсд гистограммы ниже всех предыдущих индекс силы тоже донышко ниже предыдущего поэтому мне не думается что скорее всего будет еще одна попытка почесать это донышко а вот уже потом начнется настоящая ралли спасибо александр сегодня кстати с утра смотрел на эту акцию тоже ходил вокруг нее кругами купить нет дивергенции все таки нет вот этой зацепки едем дальше давайте посмотрим на кока-колу очень спокойная консервативная акция очень хороший очень хороший сигнал на недельном графике очень хороший сигнал в недельном графике мы видим что кока-кола упала ниже сентябрьского донышка жестко причем проломила ниже и тут с паническими продажами видите индекс силы была паника продаж и тут же развернулась и сейчас торгуется выше сентябрьского донышка причем что я говорю сентябрьского прошлогоднего сентября сентябрь 22 года то есть выбило дно выбило многолетнее дно и отказалось от этой глубины то есть это акция которая не хочет тонуть кстати насколько я понимаю причина такого резкого падения сейчас в Америке появились какие-то лекарства от которых все теряют вес дорогие страховые компании не оплачивают но люди теряют по 15-20% веса с нескольких уколов и все продуктовые компании трясутся все компании которые сахар продают трясутся но видимо этот самый эпизод страха у них прошел люди будут продолжать чего-то пить кока-колу смотрим на дневной график чуть-чуть дороговато происходит паника покупок судя по индексу силы я бы готовился купить любой небольшой откат к зоне ценности для меня будет сигналом для покупки спасибо Александр и вместе с кока-колой давайте посмотрим на маг дональдс тоже консервативная очень компания я слышал что они что они сахар сахар в мясо кладут я как вегетарианец в макдональдс не хожу только если за границей там идешь по улицу в туалет нужно зайти в макдональдс очень удобно кормюшку я их не знаю но слышал что они кладут сахар в мясо с тем чтобы дети это любят пойдем обратно пойдем обратно было очень сильное падение в сентябре но не такое глубокое как в кока-коле импульсная система цена вернулась в зону цена вернулась в конверт она вблизи нижнего конверта на недельном графике это хорошее место для покупки на дневном графике цена находится в зоне ценности можно начать покупать сейчас понемножку а если опуститься чуть-чуть ниже зоны ценности то добавить то есть я бы покупал не целую позицию я обычно не торгую макдональдс потому что она за редкими исключениями это малоподвижная компания но вот после такой паники все воздух очистился все кто боялся сбежал а покупатели остались поэтому закупаться можно начать сейчас и добавить если цена опустится немножко ниже ценности на дневном графике на недельном акция выглядит просто прекрасно спасибо Александр еще одна бумага это Джонсон Джонсон это опять-таки во-первых это одна из самых таких надежных компаний в Америке если у вас болит голова вы идете за аспирином в аптеку если вы поцарапались идете за band-aid то есть вот такие вот простые массовые средства ухода с собой плюс куча более хитрых дел но это такая очень устоявшаяся серьезная американская компания с очень хорошим управлением что мы видим здесь на недельном графике двойное дно мы видим дно февраля этого года где была кстати паника продаж и мы видим панику которая была на предыдущей неделе я не вижу с вашего графика она опустилась чуть-чуть ниже или до того же уровня что было в феврале просто не знаю не вижу здесь 150-12 а там было 150-11 я вам предпочел наоборот я всегда люблю когда новая донышко есть но я не буду не буду жадничать очень хорошая фигура а на этой неделе какое донышко 150-11 а то есть она все-таки коснулась вот этого предыдущего дна ну прекрасно короче говоря двойное дно бычья дивергенция мсд гистограмма бычья дивергенция индекса силы на недельном графике не на дневном на недельном графике это там где начинаются серьезные тренды это не сделка на неделю строится это строится сделка на несколько месяцев я бы сказал импульсная система все еще красная это нехорошо и одну секунду я взгляну на на свой экран и выдам вам цифру где она перестанет быть где она перестанет быть красной одну секунду это кей о кей о перестанет быть красной джонсон джонсон кока-колу спасибо большое чуть не вскочил на неправильный поезд джейнджей ну вот верхняя точка этой недели 153 доллара 50 центов а изменение цены 150 даже ниже 153 доллара 33 цента то есть короче говоря я бы ее считал уже совершившись этот переход просто ожидает на следующей неделе переходная точка 151 доллар она уже сейчас я бы проигнорировал то что это то что это красное прекрасный сигнал прекрасный и кстати роман это один из тех случаев когда я смотрю на когда после нашей нашего класса я иду иду в свою систему выстраиваю значит все свои цифры и совершаю сделки я думаю что я сегодня буду закупаться джейнджей сообщу вам если я это сделаю идем на дневной график идем на дневной график и здесь мы видим медленно происходящую бычьи дивергенцию мсд гистограммы мы видим панические продажи в августе в центре экрана только один день панических продаж в сентябре и сейчас хотя цены гораздо ниже панических продаж нет надо будет Жене сказать про эту акцию потому что она я-то трейдер я больше вот купил продал через три дня вышел сорвал побежал она бы гораздо более консервативный трейдер сюрприз сюрприз надо будет ей вот сейчас смотрю в окно вижу она там что-то в огороде закрывает на к зиме надо будет ей сказать что джейнджей прекрасная компания с великолепной репутацией и и с великолепной технической фигурой по шкале скажем от 0 до 10 я бы сказал это примерно 8 красота просто красота Роман редко такое хорошее видишь а главное все в панике все в панике рынок падает да сейчас все провалится все в тартарары провалится в тартарары идем обратно к недельному графику джейнджей мы видим донышко середины донышко февраля 23 этого года вот вот где была сила медведей и сейчас а можно немножко скомпоновать больше вот так вот да ну чтобы увидеть донышко более низкое донышко нужно вернуться к печальному 2020 году когда пандемия конечно все это дело обрушила очень хорошая фигура и главное на фоне массового страха вот что мне нравится да то есть технически она выглядит очень хорошо но то что они что технически выглядит хорошо в то время когда народ паникует вот это самая фишка ах спасибо роман я так быстро на нее посмотрел когда вы мне прислали свой список но сейчас мы рассмотрели вместе обстоятельно я просто смотрю и радуюсь хочу только добавить для наших участников роман в начале в начале этого часа совершенно уникально сфокусировался на рисках трейдинга на рисках трейдинга да об этом никто не говорит вот свободные деньги беги хватай к нам к нам к нам да роман очень серьезно всегда говорит трейдинг связан с рисками и даже очень красивая сделка связана с рисками значит а что если а что если значит сейчас вот J&J торгуется по 151 а вдруг она захочет упасть еще до 148 или 145 может все может случиться все может случиться если вы загрузитесь по полной мере без резервов без плана а что если то на самые лучшие на самой лучшей фигуре можно потерять деньги поэтому обязательно обязательно просчитайте свой риск я это называю железный треугольник стальной треугольник контроля над риском вы определяете сколько денег мой подход к каждой сделке я знаю сколько денег я готов потерять на этой сделке потерять сколько я готов потерять затем я рассчитываю куда я поставлю свой стоп то есть допустим вот сейчас совершенно с головы белую цифру акция стоит 150 долларов скажем я готов потерять 2000 долларов к слову на самом деле больше 2000 долларов готов потерять и я поставлю свой стоп по 147 долларов значит я рискую 3 доллара на акцию рискую 3 доллара на акцию а мой риск это 2000 значит я имею право купить где-то 600 акций вот это стальной треугольник ничего хитрого нет но это стальной треугольник контроля над риском очень советую советую это необходимо просто необходимо едем дальше спасибо Александр и последняя бумага которая осталась на сегодня это CRM CRM да это Salesforce я не знаю я удивлен что она так неважно себя ведет на недельном графике это я я не сильно знаком с этой компанией только знаю что они помогают крутить продажи и и эта компания которая просто сейчас вот со всем этим фокусом на искусственном интеллекте несомненно это это им надо но они этого не используют и видимо поэтому компания ведет себя слабо на недельном графике ну как бы двойное дно строится но без никаких дивергенций на недельном графике я не вижу да у правого края вот последние 5 недель цена два раза ударила тот же самый уровень смотрим на дневной график на дневном графике вроде бы вырисовывается очень красивая дивергенция MACD гистограммы индекса силы она еще не состоялась то есть для этой дивергенции MACD должна кликнуть немножко вверх индекс силы но эта дивергенция составляется вот этот пример акции если составится такая вот дивергенция ею можно торговать на повышение вот это вот сделка схватил ударил прибежал выбросил в отличие от J&J где отоварился и отложил присматривать за ней пару раз в неделю разный менталитет кстати вот это вот CRM это больше для меня более активная такая штука но для для большинства людей то что вот мы видели в J&J это конечно была сделка недели возможность недели Роман мы прошли по всем по всем графикам которые вы прислали давайте я отвечу который час у нас задержались вы знаете мне это не жалко но я просто знаю что люди устают и люди начинают люди начинают просто терять внимание кстати я в самом начале пока вы делали представление введение кто-то написал Иван написал использовали сканер да у меня есть сканер пара сканеров которые я придумал а у меня есть программист гениальный который их написал и один сканер ищет вот эти вот эти паники когда индекс силы происходит паника падения или паника паника продаж или паника покупок а другой сканер помогает мне найти дивергенции гистограммы MACD причем я знаю встречался виделся разговаривал со многими программистами ни один ни один программист не написал сканера для дивергенции поэтому я попросил своего мужика написать не сканер для дивергенции а сканер для того что предшествует дивергенции то есть первая донышко взлет а вот уже потом я начинаю глазами искать слишком долго объяснять пришел вопрос вопрос очень интересный вопрос серьезный вопрос да вот вот Роман если вы будете вот кусочки видео набирать чтобы составить какой-то видеоряд очень советую вот можем начать с этого человек пишет Александр добрый день вопрос такого плана просматриваю разные бумаги не вижу ни одной сделки никаких сигналов вот просто ничего начинаю лихорадочно пытаться найти хоть что-то но ничего не получается просматриваю добрую сотню инструментов в итоге высасываю сделки из пальца и открываю их вообще без каких-либо сигналов на вход единственным сигналом было то что цена коснулась нижней грани конверта пробовал лонговать какие-то макдональдс и колгейты в итоге мне снесло два стопа я закрыл терминал и запретил себе подходить к нему в ближайшие две недели как бороться несколько несколько вопросов в одном и несколько ответов во-первых запомните и зарубите себе что не всегда есть сделка не всегда есть сделка я хочу собрать яблоки на улице ноябрь я иду на улицу яблок нет перелез забор к соседу тоже нет еще чего-то начал трясти дерево упала ветка хлопнула меня по голове что мне делать друг посмотри на календарь если ты если ты смотришь на 100 акций и ты не видишь ни одного сигнала выключи экран выключи выключи сделай глубокий вдох и иди гулять да это совет номер один это совет номер один это мы же не в казино находимся мы находимся на серьезном финансовом рынке иногда сделки есть иногда сделок нет это раз второе такой соседний немножко ответ если вы видите сделку которая вроде бы интересная но как-то не совсем и не то и не сё у меня есть два размера которыми я торгую то есть у меня есть стандартный размер сделки стандартный размер вот чем размер которым я люблю торговать это серьезный размер а иногда я смотрю на что-то это вот любопытно ах любопытно ах любопытно и но вот не совсем и у меня есть то что я называю игрушечный размер игрушечный размер Это 1,8 от моего стандартного размера. Я делаю эту сделку и без особых волнений смотрю на то, что получится. Я, кстати, сейчас смотрю на экран. Сегодня две компании сделали сообщение о доходах. Одна из них виза, всем известная, и я хотел этой визой сыграть на повышение, но не все складывалось. Я сделал это, по-английски называется toy size, игрушечный размер. Сделал сделку игрушечного размера. Смотрю на нее сейчас. Сделка стоит в минусе. Если бы это была сделка стандартного размера, то я бы смотрел на открытую потерю примерно в 2 с чем-то тысячи долларов. Это неприятно. Но это игрушечного размера сделка. Поэтому у меня открытая потеря по этой сделке примерно 200 долларов. Игрушечная сумма, да? И сделка еще вполне может выработаться при этом. Но вот то, что я был в ней не убежден, игрушечный размер. То есть для каждой сделки есть две задачи. Должны быть две задачи. Первая задача – сделать деньги. Вторая задача – стать лучшим трейдером. Я не могу победить по первой программе каждый раз. Часто, но не всегда. Но я обязательно хочу стать лучшим трейдером после сделки. Поэтому я вот смотрю на эту визу, говорю, нет, это легальная, вполне легальная сделка. Я думаю, что она сработает в конце концов. А с 200 долларов я не буду волноваться. Другая сделка, которую я сегодня сделал – это я закоротил снапчат. Программа такая есть. То же самое. Не все складывалось вместе. Сделал сделку небольшого размера. Если бы это была… Игрушечного размера. Если бы это была серьезная сделка, то у меня бы сейчас было где-то 2500 долларов открытой прибыли. А у меня где-то 250 долларов открытой прибыли. Ну, прекрасно. Получаю образование. Я еще зарабатываю на это 50 баксов. То есть, вот это вот мой совет. Если у вас нет уверенности по сделке, играйте. Всегда нужно ставить одинаковый размер. То есть, нельзя один раз рискуешь х, а другой раз 2 х, а другой раз пол х, а в третий раз 3. Вот этого нельзя делать. Все сделки должны быть одинакового финансового размера. Одинаковый размер риска причем. Одинаковый размер риска. Но как такую вот лазейку для себя создаете запасной размер. Называем его игрушечным. Одна десятая стандартной сделки. Так что вот мой совет этому товарищу, что, во-первых, не насиловать себя. Если не видишь сделки, значит, ее нет. Девушка тебе говорит, ты мне не нравишься, а ты будешь сидеть под окном и петь ей песни. Она из окна вылила холодной воды. Ну, сейчас пойду, сменю рубашку, опять приду, буду петь песни. Она еще раз вылит на тебя холодную воду. Уйди лучше от этого окна. С другой стороны. Окей, Роман, все. Слава вам. Нет, нет, продолжайте. С другой стороны, лучше пойди погуляй по душе свежим воздухом, покатайся на велосипеде, на работе, мышцы. Вот так вот. Познакомься с другой девушкой. В мире больше, чем одна девушка, да? Поэтому не сегодня, завтра, послезавтра, да? Это же не вот так вот. Не зацикливайся. Вот нет сделки сегодня, ее нет. Закрой экран. Спасибо, Александр. Спасибо большое, Роман. Очень приятно с вами всегда общаться. Взаимно. Очень рад, что вы к нам присоединяетесь. Спасибо большое. И ответ был очень действительно развернут. Даже один вопрос, но с разных... Да, с разных аспектов вы посмотрели. Спасибо большое, Александр. Очень информативная встреча. И в следующий раз уже увидимся в ноябре. В ноябре. Всего хорошего. Всего доброго, Александр. Спасибо вам и хорошего дня. Спасибо. Уважаемые участники, как я говорил в начале нашей встречи, еще несколько слов хотелось бы сказать про индикаторы, которые доступны для платформы MetaTrader 5 и рассказать о том, как их можно получить, если вы еще этого не сделали. Соответственно, все индикаторы в том виде, как мы показывали в ходе сегодняшней встречи на MetaTrader 5, вы можете получить и установить себе. Они доступны бесплатно для всех клиентов Admirals с балансом счета более 200 евро. Для того, чтобы заказать эти индикаторы, необходимо написать на почту elder-disc-sobaka-admirals.com Для тех, кто смотрит нас на текущий момент в Zoom, я почту присылаю в чат, чтобы была возможность ее скопировать и отправить сообщение с запросом индикаторов. А для тех, кто смотрит нас уже на YouTube-канале, то в описании к видео эта почта обязательно есть. Присылайте запрос, даже если вы еще пока не стали клиентом Admirals, как раз если у вас есть какие-то вопросы на этот счет, то наши специалисты вам помогут найти на них ответы и проконсультируют. Соответственно, вместе с индикатором мы отправим шаблоны, видеоинструкцию по установке, чтобы у вас была возможность сделать точно в таком же виде, как мы сегодня смотрели с Александром. И в том числе, когда вы смотрели на те сделки, которые закрывались по убытку, и Александр очень часто говорит о том, что не стоит покупать переоцененные акции, не стоит продавать недооцененные акции, а стоит действовать наоборот. Как раз индикаторы, они по крайней мере позволяют оценить достаточно быстро, что перспективнее, покупка или продажа. Безусловно, нужно учесть большое количество факторов с точки зрения точки входа, установки стоп-лосса, оценки рисков. И это тоже важно учесть, но проходя через эту систему фильтров, уже можно более осознанно подходить к выбору позиций. И также я хотел рассказать про конкурс, который у нас проходит на YouTube-канале. Соответственно, для тех, кто смотрит нас сейчас уже на YouTube-канале, то вы в правильном месте. Соответственно, оставайтесь сейчас, я расскажу. Для тех, кто смотрит нас на текущий момент в Zoom-е, то присылаю ссылку на наш YouTube-канал. Обязательно подпишитесь. Там будут выходить новые видео с Александром. Соответственно, что нужно сделать для участия в конкурсе? Во-первых, подписаться на YouTube-канал, поставить лайк под видео. Можете поставить все лайки всем видео, которые у нас есть с Александром. Также есть большое интервью, которое мы записывали несколько лет назад, как раз, чтобы узнать, как Александр пришел в трейдинг, как он развивался, рост в нем. Обязательно посмотрите. И в рамках конкурса нужно предложить сделку по одному инструменту, который торгуется в Admirals. Как я уже говорил, у нас торгуются тысячи инструментов, и вы можете предложить сделку как по акции, так и по индексу, по ETF, по валюте. В целом, все, где вы видите перспективу, как раз позиции, то вы можете предложить. И, соответственно, в комментариях под последним видео предложить инструмент, написать по нему цену входа, стоп-лосс, тейк-профит и, соответственно, дату, когда вы сделку предлагаете. Соответственно, позиция может быть выбрана по вашей торговой системе, можно по системе Александра, как вам будет удобнее. Самое важное, что конкурс проходит у нас в перерыве от одного вебинара к другому. Соответственно, период конкурса у нас с 26 октября по 29 ноября, больше, чем месяц. Соответственно, очень важно, чтобы сделка сработала в этот период. Возможно, она будет идти несколько дней, возможно, несколько недель. Но важно, чтобы она была проведена как раз в этот период. И, соответственно, если ваша сделка закроется по тейк-профиту, а предпочтение мы отдаем сделку, на которой закрывается по тейк-профиту, то у вас есть шанс стать победителем и получить книгу с автографом Александра. Мы уже начали разыгрывать как раз последнюю книгу. Ждем пока поставок. Соответственно, всем победителям в ближайшие несколько месяцев будем книги также отправлять. И важно, что комментарии нельзя редактировать. То есть это такой джентльменский конкурс, в котором вы как раз можете потренироваться. Понятно, что если вы совершаете эту сделку на своем счете, то вы в любой момент можете ее закрыть, модифицировать, провести любые манипуляции. Здесь вы предлагаете сделку, и мы ждем, что реализуется. Стоп-лосс или тейк-профит. Соответственно, победителем выбирается тот, чье движение в процентах будет больше. То есть чье движение будет больше. Ну вот, как мы смотрели сегодня, у нас среди всех участников, которые предлагали, большинство закрылись по стоп-лоссу, и одна бумага, которая была предложена по Microsoft, она была открыта. И как раз на публикации отчетов о доходах, которое было сегодня, 25 октября, произошел дополнительный импульс, и цена приблизилась к тейк-профиту, но пока его не достигла. Отлично. Спасибо большое за внимание. Больше часа мы находимся здесь, практически час 20 провели вместе с Александром, обсудили разные темы, обсудили разные вопросы. Всем желаю хорошего вечера. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, обязательно ставьте лайки, приходите на наши вебинары вживую, которые проходят в Zoom у нас раз в месяц. И увидимся с вами в ноябре. Всем желаю хорошего вечера. Всем спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok